Я думаю, что это не нормально, что приехал бы даже кто-нибудь другой на коляске, было бы такое же мнение, как у меня. Потому что не подняться, не спуститься. Этому электроподъемнику у входа в трамп-пункт в Анекинской больнице, видимо, самому нужен врач. Иначе как объяснить, что конструкция перемотана бинтами. Но основная проблема не в странном декоре, не работает сам механизм. Туляк Илья Российский убедился в этом еще два месяца назад, когда хотел сопроводить в трамп-пункт сестру. Я просто ждал, когда либо пойдут в больницу крупные мужчины, чтобы они подняли меня именно по лесенкам. Просто двое за перед, один за перед, один сзади. И по лесенкам меня поднимали. О нерабочем подъемнике стали писать люди. Очередным постом в соцсетях заинтересовалась прокуратура. Началась проверка. Установлено, что вопреки требованиям закона у входа в здание трамп-пункта не функционирует установленный подъемник стационарного типа. На месте для парковки от автотранспорта инвалидов в ней не носена горизонтальная разметка и дублирование дорожного знака. Инвалид. Контрастно не выделены краевые ступени наружного лестничного марша. В здании трамп-пункта не размещены тактильные мемосхемы помещения, а также таблички с названием кабинетов, продублированные шрифтом Брайля. Этот подъемник около трамп-пункта установили в 2017 году. С тех пор механизм несколько раз ломался. В конце зимы пришел в негодность полностью. Специалисты экспертной организации установили. Ремонт нецелесообразен. Ставить новый подъемник тоже не будут. Вместо него сделают пандус. А пока пациентов с серьезными травмами ног либо принимают в другом корпусе, либо предлагают воспользоваться переносным устройством. В больнице имеется лестничный гусеничный подъемник и также передвижной пантус для того, чтобы была возможность передвигаться по лестницам, которые находятся внутри самого трамп-пункта. Также пациентов с травмами нижней конечности по скорой помощи непосредственно доставляются в 11-й корпус приемного отделения, где у нас нет никаких лестниц. И там прямое поступление пациентов на каталке. В Тульской области либо пандус, либо подъемник на входе есть у каждого медучреждения. Это правило прописано в приказе Федерального министерства здравоохранения. Конкретно автоматических устройств, как в Ваныкинской больнице в регионе 22, на данный момент нерабочий лишь один в трамп-пункте. На решение этой проблемы прокуратура дала месяц. Любовь Бочарова, Руслан Кравченко, Первый Тульский.